В рамках акции любой желающий может обменять скопившуюся у него мелочь на купюры. Монеты принимаются в неограниченном количестве. Это могут быть и рубли, и копейки. Главное, чтобы в данный момент они были законным платёжным средством на территории России. Присхождение мелочи не интересует. Важно, чтобы она поступила в наличный денежный оборот. И не важно, в каких она номиналах, кассиры с этой работой справятся. Вообще, каждый уважающий себя банк в любой день с удовольствием примет у клиента накопившуюся мелочь и обменяет её на купюры. Но услуга не бесплатная. В обычные дни за неё берётся комиссия. Мы поддерживаем, смотрим, мониторим в том числе комиссии других кредитных организаций на территории региона. И приблизительно у всех она одинаковая. Это в зависимости от суммы в районе 1%. Где-то чуть побольше, где-то чуть поменьше. В рамках недели обмена мелочи комиссия не берётся. Более того, на табло электронной очереди добавлена специальная кнопка. Так что клиенты с мелочью попадут к кассиру без проволочек. Некоторые, узнав про акцию, даже берут в руки молоток. У нас была дома копилка. Ну и мы всей семьёй, каждый немножко бросали туда разные монетки. Ну, в один момент мы решили её разбить и узнать, сколько же там. Ну, пришёл, сдал. Почти 500 рублей оказалось. Практика показывает, что только около трети выпущенных в обращение монет активно используются как платёжное средство. Остальные оседают у людей в копилках, просто лежат дома, потому что носить их в кошельках и карманах неудобно и тяжело. При этом средняя продолжительность жизни банкноты около года, а монеты могут прослужить 20-30 лет. Вот поэтому у банкиров сейчас задача вернуть их в обращение. Акция по обмену монет на банкноты продлится до 2 декабря включительно. Обмен металлических денег на бумажные проходит во Владбизнесбанке, отделениях Сбербанка и Банка ВТБ. В каких именно можно узнать, позвонив по телефонам этих организаций. Александр Инин, Дмитрий Журавлёв, 6 канал.